Сегодняшний рекордсмеды мало чем отличаются от своих предшественников. Они также амбициозны и по-прежнему полны решимости не спровергать общепринятые представления. Понять, что же движет этими удивительными людьми, какие личностные особенности их объединяют и что стоит за тем или иным рекордом, мы попытаемся разобраться в нашей программе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok That hypocrite smokes two packs a day Man living at home is such a trend Now your mom threw away your best pornoman You gotta fight for your right to party Как вы полагаете, сколько приседаний за один час способен сделать человек? 500, 700, 1000? Не гадайте. Потому что реальность превзойдет ваши самые смелые прогнозы. Итак, смотрите, завидуйте, ну и конечно восхищайтесь. Рекордсмен мира, занесенный в русское издание книги рекордов Гиннесса, как человек, сделавший самое большое количество приседаний в течение одного часа, Юрий Брынцалов. Нет, не тот самый, но между прочим его двоюродный брат. Выяснить, зачем родственнику известного политика-олигарха понадобилось ставить столь необычный рекорд и отправилась наша съемочная группа. Предыдущее достижение в этой области принадлежит Николаю Сухинскому из Коми СССР. За один час он сделал 3600 приседаний. Рекордсмен моложе нынешнего претендента на 10 лет и к тому же является профессиональным спортсменом. Но несмотря на это, 55-летний служащий Юрий Брынцалов уверен в своих силах. Он собирается поднять рекордную планку до 4000 приседаний за час. Генеральный директор агентства рекордов и достижений Галина Сверщук рассказала нам о предстоящем событии. Является не спортсменом, а обыкновенным служащим. Сказала, почему нет, я дома тренируюсь. Попробовал, у меня получается, я хочу побить этот рекорд. Появился еще один положительный спортивный рекорд. Не рекорд по преступности, не рекорд по наркомании, а именно спортивный рекорд. Это, естественно, улучшает имидж нашей страны в мировом сообществе. Хочу небольшое отступление сделать, что вообще наша страна очень отличается. Отличительной чертой нашей страны в мировом сообществе рекордов является то, что у нас слишком очень много рекордов культуры и искусства, музыкальных рекордов, образовательных рекордов. Герой дня был по-мужски скромен и немногословен, отметая всякие параллели сегодняшнего события с подвигом. Считаю, что я могу сделать, поэтому стараюсь доказать, что это можно делать. Может, это не массовый вид спорта, как говорится, но спортсмен, участвуя в соревнованиях, старается установить рекорд. Я занимался, занимался, стараюсь установить рекорд. Когда последние формальности были соблюдены, строгое жюри дало отмашку беспрецедентного марафона. Юрий Брынсалов, сходу взяв высокий темп, начал восхождение к славе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Пока мы наблюдали за спортсменом, каждый из нас пытался представить себя на месте претендента. Но на третьей сотне приседаний перед глазами поплыли круги, и казалось, что тело ныло при малейшем движении. А Юрий Брынсалов, перевалив за третью тысячу, уверенно приближался к исполнению заветной мечты. К концу контрольного часа на лицах судей, гостей и болельщиков можно было прочесть некоторую усталость, но только не на лице претендента, который с потрясающим упорством пытался доказать превосходство на ниве скоростных приседаний. И, наконец, долгожданное событие произошло. Судьи остановили секундомер. Был зафиксирован новый мировой рекорд. 4 150 приседаний за один час. Отныне он принадлежит Юрию Брынсалову. Друзья и почитатели поздравили нового рекордсмена с победой. Итак, отныне рекорд под скоростным приседанием составляет 4 150 раз. И если у вас появилось желание отобрать пальму первенства у Юрия Брынсалова, мы будем рады присутствовать при рождении нового рекорда. Определять коэффициент полезного действия того или иного рекорда занятие неблагодарное, поскольку за внешней бесполезностью, а иногда и просто откровенной глупостью, может скрываться потенциал, несоизмеримый с нашими сегодняшними представлениями о порядке вещей. Однако случаются рекорды, значение которых переоценить невозможно. Таким, на мой взгляд, является феноменальное достижение Валентина Землякова, товароведа с острова Сахалин, которому недавно по решению Конгресса Международной шахматной федерации было торжественно присвоено звание мастера ФИДЕ. Присвоено, между прочим, в возрасте 75 лет, что и зафиксировано Международным агентством рекордов и достижений. К этому только необходимо добавить, что всерьез шахматный Валентин Фадеевич занялся всего три года назад. Валентин Фадеевич, сражаемся сейчас с вами. Но партия завершилась быстро. Мастер из Южно-Сахалинска легко и непринужденно поставил мат в четыре хода. Как оказалось, детский. Валентин Фадеевич, для игры в шахматы какое качество должно быть у человека? Каким он должен обладать? Чем? Ну, я считаю, прежде всего, нужно обладать усидчивостью. Потому что шахматы требуют очень много терпения и внимания. Для того, чтобы играть в шахматы, как им подразделяется, женский и мужской ум, они чем-нибудь отличаются? Потому что на всех турнирах видно большое количество мужчин, а не женщин. Что, мужчины более усердны? Я этого не считаю. Просто чисто в таких женских турнирах я не участвовал. Но не считаю, что они чем-то должны выступать. А что вас привело в шахматы? У нас семья была большая. Отец любил играть в шашки, русские шашки. И эту любовь всем сыновьям привил. И вот когда мы впервые увидели шахматы, нам понравилось это так же, как и в шашке. А какой-нибудь разряд по шашкам у вас есть? По шашкам у меня первый разряд. Первый разряд по шашкам. Рекордсмен, рекорды у Гиннесса, внесены в книгу. Как у вас на все хватает время? Время – это самый большой дефицит у меня. Я думал, что пойду на пенсию, хватит времени на все. Оказалось, увы. Чем дальше, тем дефицит взрастает. А вот желание в вашем возрасте стать мастером ФИДЭ по шахматам, каковы были предпосылки для этого? Никаких предпосылок я лично не ощущал и не знал. Я знал одно, что после гибели супруги, и если бы не было вот это занятие шахматы, мне казалось, что я просто бы чокнулся и все. А вот то, что я увлекся в них, ушел с головой, оно заставило, помогло мне пережить этот момент. Какой у вас жизненный принцип, ваши жизненные креды, может быть, какое-то жизненное правило, которое вам помогает в сложных ситуациях? Затрудняюсь ответить. Какое жизненное правило? Ваш девиз такой? Всегда вперед. Всегда вперед, да? Да. О чем вы нас предполагаете еще дальше? Куда еще дальше пойдете вперед? Какие у вас еще направления в вашей деятельности? Если сложатся такие же благоприятные условия, как и за последние два года, то хочу в ближайшие два года повысить свой рейтинг до международного мастера. Ну, как получится, это трудно сказать. Владимир Владимирович, мы благодарим вас за ваше теплое участие, за то, что вы преподали урок мастер-класса журналистам. И надеюсь, что наша следующая встреча будет, когда вам будет вручено звание гроссмейстера. Творческих вам успехов и удачи во всем. Спасибо. До свидания. Собираясь покидать гостеприимные стены шахматного клуба, я заметила за одним из столов еще одного, увлеченного играющего шахматиста, весьма преклонного возраста. Им оказался Николай Николаевич Обжирко. Недавно он отметил 92-й день рождения. Правда, пока Николай Николаевич лишь кандидат в мастера спорта, но лиха беда начала. Возможно, в ближайшем будущем и его имя будет занесено на странице книги рекордов Гиннесса. Проиграть таким соперникам, как герою нашего предыдущего сюжета, поверьте, не стыдно. Тем более, что их пример вселяет надежду, что уж к старости-то я точно овладею тонкостями древнеиндийской защиты. Ну а если нет, то в запасе всегда имеется вариант с китайской ничьей. А теперь я рада представить гостя нашей сегодняшней программы, многократного рекордсмена книги рекордов Гиннесса Виктора Царева. Свой первый рекорд факир мяча Виктор Царев установил в 1996 году в спортивном комплексе Олимпийский. Одновременно он жонглировал тростью, чеканил мячом и при этом без устали читал любимые стихи Пушкина, Лермонтова, Есенина, Гейна и свои собственные. Пять часов в 45 минут. Без передышки. Каждый новый рекорд был удивительнее прежнего. Виктор жонглировал мячами одним, двумя, тремя, жонглировал, сидя на стуле, повиснув на турнике, шагая по ступенькам, подключая трости. И, наконец, взял тройной баланс. Стоя на одном мяче, удерживая на голове другой, опереживал двумя тростями почти 11 минут 12 секунд. Этот уникальный трюк пока не повторил ни один циркач мира. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Ваша надпись «Фаворит» соответствует вашему жизненному кредо? Стараюсь следовать. Стараетесь следовать как? Во всем быть фаворитом? Ну, если это потребует ситуация уступить роль фаворита, то я пойду на это. То есть вы не идете всадником по жизни? Ну, я более, так скажем, демократичен. Демократичен. Сколько уже на вашем счету рекордов поставленных? В общей сложности 24. 24. И за какой период времени? За 10 лет. Для чего вы устанавливаете эти рекорды? В самом раннем детстве я встал на путь самосовершенства, то есть развития всех своих способностей, как физиологических, так и психических, так и умственных. И с каждым новым днем я старался для себя ставить какую-то новую планку, новую границу, достигать ее, преодолевать. И путем этого я сам развивался. Для меня совершенно непонятно, как вы можете читать стихи с выражением и в то же время делать одновременно несколько вещей. Жонглировать, мечами. То есть вы практически Цезарь наших дней? Мечами, тростями. Ну, в какой-то передаче так и прозвучало, что Цезарь отдыхает. Цезарь отдыхает даже, да? Потому что он делал три действия одновременно, а я умудрился делать четыре и пять действия. Четыре и пять – это какие? Четыре действия я удерживал мяч на голове, приседал, руками вращал трость и рекламировал стихи. Остальное, получается, вы делаете на… На подсознание. На подсознание? То есть это заученное просто вот именно физическое ваше состояние? Да, но я не стремлюсь к этому. Когда это будет заученное, малейшее какое-то вмешательство со стороны, то есть там дуновение, ветра или чей-то окрик, это может отвлечь. Если ты на подсознании работаешь, то подсознание нарушается, и ты либо мяч потеряешь, либо трость потеряешь. Дело в том, что у каждого поэта свой ритм, свой темп. Так. И я, кстати, пытался тоже и тональностью, и голосом обыграть чувства поэта. То есть Пушкин я читал немножко в одной тональности, Лермонтова в другой. А вам не мешают разные тональности поэтов? Почему вы, наверное, хотели спросить, почему именно Пушкин? Нет, ритмики отбивания мячей и жонглирования. Я как раз выравниваю ритмы. Ритм жонглирования, ритм стихотворения. То есть начинаются разные ритмы стихотворения, у вас разные ритмы получаются? Я нахожу гармонию. Гармонию? Ноги, руки и ритм стихотворения. Вот поэтому вы так долго и держитесь, переключаясь. Ну вот вы открыли один из моих секретов. Один из секретов, да? Да. Дело в том, что именно поэтому я не устаю долго. Потому что это же невозможно. Почему? Какое время у вас продолжительность была самая значительная? 5 часов 45 минут. 5 часов 45 минут? Первый рекорд. Да, причем я остановился по просьбе судейской бригады. Они не выдержали? Началась церемония награждения. А судьи кто? Да, началась церемония награждения. И они сказали, что вот уже все, пора вручать тебе кубок, медаль, рис. Остановись, пожалуйста, потому что вряд ли кто в ближайшее время сумеет этот рекорд побить. Так никто еще не побил этот рекорд? Нет. И я даже не слышал, что кто-то пытался. Виктор, вы знаете, у нас настолько интересная беседа, но я думаю, нашим телезрителям будет интересно посмотреть, как вы это делаете. Вот без подготовки, без всего. Просто возьмете это и сделаете. Согласны вы на этот эксперимент? Да, конечно. Давайте. Итак, фрагмент первого рекорда, значит, жонглировать ногами футбольным мячом, руками тростью. И при этом продекламирую стихи, ну, маленький отрывок пророка Александра Сергеевича Пушкина. Духовной жаждаю томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился. Перстами, легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отверзлись вещи и зеницы, как вы испуганные орлицы. Моих ушей коснулся он, и их напомнил шум и звон. И внял я небо содрогания, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дальние лозы прозябания. И он к устам моим принят, и вырвал грешный мой язык, и прознословный, и лукавый, и жала, мудрая змеи, в уста замерзшая моей, вложил лестницу кровавой. Это я сделал три действия, а потом добавилось четвертое действие. Мяч я стал удерживать на голове, при этом делал приседания, и вращал трость. Потом добавилась вторая трость, вторая трость, и третья трость. Значит, вот такой фрагмент. Значит, тут уже двойной баланс на голове, то есть на мяче трость. Две трости в руках. И также приседания, вращения и стихотворения. Учитесь честно достигать успеха и привлекать благодаря уму. А по брякушке, гулке, как эхо, подделка и совсем вам ни к чему. Подделка и совсем вам ни к чему. А тот, кто мыслью беден, но усидчив, кропая понапрасну пересказ, заимствованных отовсюду фраз, лишь выдержками дела ограничив, тот, может быть, создаст авторитет среди детей, и дурней недалеких, но без души, без помыслов высоких, живых путей от сердца к сердцу нет. Вот, и пожонглируйте. Вот такой фрагмент. И еще я сейчас покажу один из последних моих рекордов. Это также четыре действия одновременно. Один мяч удерживая на шее, вторым я жонглировал ногами, третий вращал вокруг туловища руками, и при этом тоже сам поворачивался на 360 градусов. Причем я вращался в одну сторону, а мяч вращался в другую сторону. Вот, пять тысяч ударов я нанес за 39 минут 45 секунд, а тысяча ударов за 6 минут 20 секунд. Это были 23 и 24 рекорды. Вот так вот. Ну что, браво, браво. Вот эти три вещи, которые вы нам показали, это как раз и есть три рекорда, да, которые в разных трех книгах записаны. Каких помогаете мне? Книга рекордов Дива, Дива, есть такая книга, книга рекордов планеты, и книга рекордов Гиннеса. Так, первый ваш номер, это был как раз то, что... Первый рекорд. Первый рекорд, да? Его историю, пожалуйста. С чего все начиналось? Дело в том, что когда я закончил технический университет, и я ставил футбол, я попробовал себя на театральном поприще, поступил на актерской режиссерские курсы фонд Рулана Быкова, их закончил. И вот во время обучения у нас было одно из упражнений, это нужно было сочетать какое-то физическое действие с текстом, с монологом, со стихотворением. Ну и тогда я попробовал, как раз вспомнил свое старое занятие увлечения жонглированием футбольным мячом. К тому времени я уже освоил трость, освоил разные упражнения в шестом, то есть добавил руки и добавил декламацию стихотворения. Случай свел с людьми, которые организовывали это мероприятие, фестиваль рекордсмана Книги Гиннесса. Я им предложил продемонстрировать свой трюк. Они сказали, да, это очень интересно, приезжай. И то есть я, когда шел на рекорд, я не знал, сколько я продержусь. Ну, примерно в голове я держал цифры, на что я ориентируюсь. Ну вот 5 часов 45 минут, для меня это было для самого немножко приятная неожиданность. Ну вот с этого все и началось. Вы идете вперед, да? Есть ли какие-то номера, которые вы еще никому никогда не показывали, которые вы всегда держите про запас, чтобы покорить? Держу про запас, и более того, вот новый трюк я готовил примерно полтора месяца. Я готов показать вам. Готов показать? Да, по, так скажем, по нашей внутренней договоренности. Так. Вот, больше никому это не показывать, потому что для меня это своего рода тоже ноу-хау. Вот, ну вот специально для вас я покажу сегодня. Так, интересно будет. Давайте. Да, прямо сейчас? Прямо сейчас. Специальный эксклюзив только для вас. Значит, суть трюка. Один нож я возьму зубами, на кончик ножа поставлю шпагу, вот с этой вращающей платформой, и затем шпага перейдет на нитку, ниткой я ее, шпагу поставлю на лоб, и нитку буду выдергивать из-под кончика шпаги, так, чтобы шпага не упала. Вот в этом вся сложность трюка. Субтитры сделал DimaTorzok И так, дорогие друзья, Виктор Царев. Вот такой вот трюк. На этом наша программа заканчивается. Если вы заразились духом рекордомании и готовы удивить своими самыми необычными достижениями, звоните нам, пишите, обращайтесь по электронной почте. Ну а мы сделаем все возможное, чтобы страна узнала своего героя.